Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарко. Сегодня в выпуске. У главы района есть три дня, а губернатор Александр Бурков потребовал включить отопление в замерзающей русской поляне. Из СИЗО в колонию суть не удовлетворил апелляцию депутата Шушубаева, осужденного за хищение 100 миллионов рублей у дольщиков Ясной Поляны. Северяне без света и тепла. Дома холодно, люди не могут, дети болеют, котлы, насоса электроэнергии нету. Садовое товарищество «Север» осталось без электричества, дачники винят во всем председателя, а тот энерговоров. Пришел в сознание. Омскому пенсионеру, оказавшемуся в реанимации на отдыхе в Турции, стало лучше, однако все так же требуется спецборд МЧС, чтобы доставить мужчину в Россию. Комфортное жилье в родных деревнях. Дом. Площадью 150 квадратных метров. Это в 4 раза больше, чем та однокомнатная квартира, в которой молодая семья с двумя детьми живет сейчас. Как молодые семьи и начинающие специалисты могут улучшить свои жилищные условия. Единый тариф и онлайн-отслеживание частных перевозчиков обяжут точно следовать маршруту строго по расписанию. Из пластика гвоздей и шпилек для волос. Вот это макет паровоза серии ОВ. Машинисты ласково называли его «Овечка». Бывший машинист теперь строит паровозы. И подсчитали доходы. В Омске живут 5 миллиардеров и более 7 тысяч миллионеров. Решить проблему с отоплением в кратчайшие сроки. Губернатор Александр Бурков сегодня раскритиковал главу Русско-Полянского района. Здесь до сих пор в 70% домов батареи холодные. Не отопливаются также несколько детских садов и школ. Серьезное отставание от графика. Руководитель Русской Поляны объяснил губернатору лично в его кабинете. Разговор получился жестким. В этом году выяснилось, что в районе затянулась процедура расторжения договора с компанией, на балансе которой находились котельные. Отношения с оператором не сложились. И сейчас идет судебная тяжба и передача имущества ЖКХ муниципальному предприятию. Однако губернатор считает недопустимым, чтобы жители становились заложниками конфликта местных властей и частной компании, которые не сумели установить диалог и найти компромисс. Война двух хозяйствующих субъектов, администрации района и ресурсников, привела к тому, что сегодня люди стали заложниками. Неполучение тепла в своих домах и на соцобъектах. Сейчас мы в рамках пожаротушения должны выделять средства из резервного фонда, для того, чтобы запустить тепло в Русской Поляне. Какие бы там ни были отношения с ресурсными организациями, должен быть диалог. Если вы пошли в войну с ними, вы понимаете, каковы ваши силы и можете ли вы это сделать и осили. Я напомню, консессионеров не область вам предлагала. Бурков напомнил, за бесперебойное прохождение отопительного сезона главы несут персональную ответственность. Губернатор потребовал кардинальных мер. Через три дня отопление должны включить во всех жилых домах и социальных объектах Русской Поляны. Глава региона распорядился, чтобы его ежедневно информировали о ситуации. Глава подписал. Сейчас жители поселка пытаются оформить индивидуальное подключение, при котором каждый собственник будет платить сам за себя. Но выяснилось, что и здесь есть свои проволочки. Теперь дачники мерзнут, болеют. Если решение проблемы, знает Елена Смирнова. Дачный поселок Север в эти дни как никогда оправдывает свое название. Люди в домах ходят в теплой уличной одежде и все равно мерзнут. Дети часто простужаются, а уроки делают при свете керосиновой лампы. Электрические плиты пришлось сменить на газовые горелки. Везде у нас электрическое отопление. Мы вот живем практически вот в этой комнате, потому что днем солнце еще как-то выручает, световой день, а вечером уже холодно, я начинаю включать газ. Теперь здесь нельзя ни посмотреть телевизор, ни зарядить телефон, ни продолжить ремонт. В поселке круглый год живут 250 человек. Среди них семьи с особенными детьми, старики, инвалиды. Самое страшное на днях здесь в потемках заблудилась скорая и врачи не успели спасти пациента. В том, что поселок в раз лишился тепла и света, дачники винят экс-председателя. К слову, за последний год товарищество сменило трех руководителей. И один из них, по мнению жителей, собирал деньги, но не оплачивал счета. Пришел на пост председателя, он залез в нашу тыпушку. И как он говорит, я эту пломбу не заметил, я нечаянно сорвал ее. И поэтому пошел штраф на СНТ все. Вот и все. Да, 300 тысяч пошел. Рассчитаться по долгам жители готовы. Вот только сделать это хотят напрямую с энергосбытовой компанией. Дачному управлению больше не верят. Кроме того, садоводы добиваются индивидуального подключения к электричеству, чтобы каждый платил сам за себя. Для этого нужно провести кабель и построить опоры. И здесь загвоздка. Разрешение и план межевания участков должен дать действующий председатель. Мы готовы выходить строить, на самом деле, хоть завтра и начать оперативные подключения. Но, к сожалению, мы не можем это сделать, потому что у нас нет границ земельного участка, нет разрешения от юридического лица СНТ или ТСН, у них еще есть на строительство и так далее. Поэтому вот эта юридическая коллизия, к сожалению, сейчас приводит к вот таким громаднейшим неудобствам для тех семей, которые там проживают, для дачников и так далее. Если мы держим ситуацию на контроле, как это разрешится быстро, я буду с своей стороны всячески способствовать. Еще одно препятствие, говорят люди, то, что бывший руководитель неправомерно оформил поселок как ТСЖ. Однако здесь, скорее всего, произошла бюрократическая ошибка. По новому закону все дачные поселки должны перейти в товарищество собственников недвижимости. Это и попытался сделать попавший в немилость председатель. Мы этот устав, соответственно, сделали как ТСН садоводческий. Но юрист налоговой допустил ошибку и просто случайно скинул другой устав. И я получив его, ТСН и ТСН, оттуда я знаю, до того полгода, месяца три, наверное, как был председателем. Когда я обнаружил эту ошибку, я поехал перерегистрировать опять этот устав. Устав перерегистрировал, а мне говорят в налоговой то, что дело в том, что мы бы вам, получается, я бы зарегистрировал его, но пришла бумажка сюда, что я нелегитимен. Бывший председатель уверяет, энерговоровство махинации со счетами и порча счетчиков процветали при его предшественнике. Мужчина уверяет, работать на благо поселка не прекращает. Сейчас готовит те самые межевые планы, необходимые для индивидуального подключения к линиям электропередачи. Вот только парадокс. Разрешение на строительство может дать легитимный, то есть признанный председатель. А значит, чтобы в дома дачников все же пришло тепло и свет, им в первую очередь необходимо договориться друг с другом. Елена Смирнова и Александр Козлов, 12 канал. Четыре с половиной года колонии и не днем меньше Омский областной суд оставил без изменения приговор Хабалдяша Шубаева. Напомню, наказание в виде тюремного срока и штрафа в 900 тысяч рублей бывшему депутату Заксобрания назначили 18 июля. Его обвиняли в хищении средств удольщиков при строительстве микрорайона Ясная Поляна. Громкое дело рассматривали больше двух лет. Служителям Фемиды пришлось изучить 325 томов и еще столько же доказательств. Суд установил, что в результате незаконных действий Шушубаева пострадали больше 300 человек. Сумма ущерба составила почти 100 миллионов рублей. На эти деньги, по версии следствия, фигурант купил автомобиль, арендовал несколько рекламных конструкций и оплатил учебу в университете брату. Но ни в одном из эпизодов Шушубаев так и не признался, а сегодня в последнем слове отметил, что материалы его дела рассмотрены некорректно. Фемида была непреклонна, так что завтра Шушубаева переведут из изолятора в колонию. Сторона защиты пыталась оспорить данный приговор, посчитав его незаконным, необоснованным, вынесенным с нарушением норм действующего законодательства. Вместе с тем, сторона обвинения в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции смогла опровергнуть эти доводы. Сегодня, после вынесения апелляционного определения, приговор будет считаться вступившим в законную силу. И в последующем Хабулдар Жуспекович должен будет прибыть в места лишения свободы для отбывания основного наказания. Амич, получивший инсульт в Турции, пришел в сознание. 65-летний мужчина все еще остается в реанимации в больнице города Анталия. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что у пенсионера парализовало правую сторону тела. Напомню, инсульт у Валерия Шилова случился в конце сентября. В это время он вместе с супругой был на отдыхе за границей. Родственники сейчас пытаются вернуть Валерия домой. Однако доставить больного можно только спецбортом МЧС. На нем все необходимое оборудование, которое будет поддерживать мужчине жизнь. Однако страховка не покрывает такой перелет. Необходимо 3,5 миллиона рублей. Документы нам прислала страховая компания. И в ней указано, что жизненно важные признаки стабильны. Пациент в сознании, но общение и ориентация ограничены. Он все равно на искусственной вентиляции легких. То есть он все равно сам не дышит. И он подключен еще все равно ко всем аппаратам. И там как раз написано, рекомендовано именно самолетам санитарной авиации. То есть там отдельный листок сопроводительный шел. Необходимой суммы для того, чтобы организовать перелет спецбортом у родственников нет. Удалось собрать лишь 400 тысяч. Семья обратилась за помощью в региональный и федеральный Минздрав. В Центр медицины катастроф с просьбой помочь перевезти пенсионера бесплатно. Но на это потребуется больше времени. Поэтому средства придется отправить в турецкую больницу на лечение. Потому что страховка, которая сейчас покрывает расходы, заканчивается. Вместо тесной однушки дом в 150 квадратов. Молодым семьям и начинающим специалистам, которые остаются жить в родных деревнях, помогают улучшить жилищные условия. Губернатор Александр Бурков поставил задачу создать комфортные условия для сельских работников. Сегодня в программе участвуют уже 100 семей. Среди них супруги Гошенко. На строительство нового дома им выделили больше полумиллиона рублей. Как продвигаются работы, увидела Анна Черных. Еще 4 года назад здесь был пустой участок. А теперь большой просторный дом. Площадью 150 квадратных метров. Это в 4 раза больше, чем та однокомнатная квартира, в которой молодая семья с двумя детьми живет сейчас. Ремонт в самом разгаре. В доме обшивают стены, потолки и пол. Особое внимание уделяют детским комнатам. У Гошенко 7-летний сын и 4-летняя дочь. Ребятишки сами подобрали яркие обои. Вскоре здесь подключат газ, тепло и воду. На строительство ушло 2 миллиона рублей. Часть средств супруги взяли из мат-капитала. Еще 560 тысяч семье выделили по госпрограмме. Помощь нам дали. Очень хорошо нам помогли. Мы дом с улицы обшили. И вот материал купили, чтобы вот... И у нас уже как бы лежат и обои там, и линолеум лежит уже как бы... Большая часть уже и на ремонт есть. Мы бы еще два года строились, если бы они нам не дали. Супруги работают на одном сельхозпредприятии. Ирина – сторожем, Юрий – механизатором. Как молодой специалист в сфере АПК он и получил деньги на строительство дома. И программу будут развивать дальше, чтобы у работающего населения в поселке были комфортные условия жизни. По-другому в деревне никак не построишь дом. Только вот на работе вот такой программе и идти. Молодежь, которая построит вот такой дом, она уже никуда не поедет. Так всю жизнь будет своих детей воспитывать. И дети посмотрят, что родители живут нормально. И дети будут оставаться в деревне как можно больше. Одесский район в программе участвует больше 10 лет. За это время новые дома построили более 100 семей. Молодые семьи, специалисты и социальная сфера. То есть врачи, учителя. Вот такие категории граждан могут участвовать в этой программе. Подбор претендентов ведется по готовности к строительству. То есть наличие земельного участка, наличие недостроенного домостроения, допустим. И в этом субсидии предполагается на дострой дома. В год поддержку получают 3-5 семей, а желающих куда больше. Те, кому не повезло с первого раза, подают документы в следующем году. Впрочем, и семью Гошенко в программу включили не сразу. Попробовали снова. И теперь, уверяют супруги, из родного села ни за что не уедут. Уже следующим летом рядом с домом разобьют большой сад. В планах и пополнить подворье. Анна Черных, Денис Лопарев, 12 канал. И смотрите во второй части выпуска. Единый тариф и онлайн-отслеживание частных перевозчиков обяжут точно следовать маршруту строго по расписанию. Остерегайтесь незнакомцев. Надо быстренько бежать и кричать мало. Полицейские напомнят детям и их родителям об осторожности. Из пластика гвоздей и шпилек для волос. Вот это макет паровоза серии ОВ. Машинисты ласково называли его «Овечка». Бывший машинист теперь строит паровозы. И подсчитали доходы. В Омске живут 5 миллиардеров и более 7 тысяч миллионеров. Омский раввин Ашир Кричевский будет депортирован из России. Религиозному деятелю не удалось оспорить аннулирование его вида на жительство. Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы. Кричевскому вменялось нарушение федерального закона о правовом положении иностранных граждан. Он якобы выступал за изменение основ конституционного строя, а также создавал угрозу безопасности России и ее граждан. В марте миграционная служба аннулировала его вид на жительство. Раввин проиграл в суды всех инстанций и теперь будет вынужден покинуть страну. В Омске задержали пьяного водителя маршрутки. Причем в салоне микроавтобуса было 19 пассажиров. К счастью, никто не успел пострадать. Сотрудники ДПС вовремя остановили нарушителя. На месте был проведен тест. Аппарат показал, что в дыхании мужчины содержится 0,61 миллиграмм алкоголя. А значит водитель выпил как минимум бутылку пива или три рюмки водки. С рейса маршрутчика сняли. Микроавтобус эвакуировали на стоянку. Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Привлечь к ответственности также могут и автоперевозчика, который допустил в рейс пьяного человека. Частные перевозчики будут ездить строго по маршрутам и расписанию. Мэрия внедряет современную форму регулирования транспорта по примеру других крупных городов России. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель департамента транспорта Александр Вялков. Главная задача обеспечить комфортную и безопасную перевозку людей вне зависимости от того едет пассажир в муниципальном автобусе или в коммерческой маршрутке. Будет введен единый тариф для всех. Платить транспортники станут за каждый километр пути, а заработанная выручка поступит в бюджет. То есть схема проста. Пассажир платит городу, а уже затем идет расчет с перевозчиками. Передвижение всех видов транспорта отразят в онлайн-режиме, в том числе в мобильных приложениях. И тогда пассажиры будут точно знать, что в указанное время подойдет маршрутка, автобус или трамвай и проследует строго по маршруту. Не должно быть такого, что частник в вечернее время откажется ехать, к примеру, на окраины города. Вводить новые правила начнут с 2019 года. И для законопослушного работника, утверждает Александр Вялков, изменений будет немного. Уже сейчас крупные игроки омского рынка работают по правилам. Правила будут едины для всех, когда твое транспортное средство находится под контролем системы ГЛОНАСС. И второе требование – это использование системы, автоматизированной системы оплаты проезда, для того, чтобы перевозчик мог предоставлять все, опять же, в единых правилах, все льготы, проездные. И третье правило – это наличие трудового договора с водителем. А уже в октябре на улицу Омска выйдут еще 50 новых автобусов. В мэрии подписан договор на поставку 20 машин. Государство дает компенсацию на их приобретение – почти 2 миллиона рублей за единицу. Кроме того, в планах закупить еще 100 автобусов малого класса. Остерегаться незнакомцев и уж тем более не садиться к ним в машину. Элементарные правила безопасности еще раз объяснят школьникам полицейские. В регионе стартовала акция «Защитим детей от насилия». Стражи порядка проводят классные часы и рейды по неблагополучным семьям, чтобы напомнить и детям, и родителям об осторожности. Сейчас в Омск области пропавшими без вести числится 21 ребенок. Что с ними случилось, похищение, убийство, несчастный случай – до сих пор неизвестно. Как обезопасить своих детей, расскажет Ахмена Танысова. А вы как-нибудь детям объясняете, как со школы ходить, как реагировать, если к ним подходят незнакомые люди? Объясняю. Не подходить к чужим. Если к вам подходят, надо быстренько бежать и кричать маму. В эту многодетную семью полицейские пришли с пистолетами, игрушечными. Кроме подарков для детей, стражи порядка принесли продукты. Семья неблагополучная и стоит на учете. Регулярно специалисты не только проверяют, в каких условиях живут дети, но и беседуют с родителями. В частности, поясняют, как оградить малышей от насилия. Сейчас наступила осень, начался учебный год. Дети немножко рассеяны. Хочется им еще раз напомнить о правилах поведения дома, на улицах и в общественных местах. Мы с вами проживаем в большом мегаполисе, где ездят много автомобилей. Здесь расположены улицы, где нет освещения, подъезды, лифты, домов. Хочется напомнить детям о безопасности, в первую очередь о безопасности. Напомнить родителям об этом. В рамках акции «Защити детей от насилия» сотрудники полиции проверят все неблагополучные семьи, состоящие на учете, проведут спецуроки в школах. Цель – напомнить элементарные правила безопасности, что не стоит заходить в лифт с незнакомыми людьми, ходить только по хорошо освещенным и многолюдным улицам, гулять на детских площадках, никаких подвалов и чердаков, быть внимательными и не бояться позвать на помощь. Я признала для себя, что если за тобой сзади едет машина, и она едет медленно, то есть она целится на тебя, я останавливалась и смотрела, проезжает ли она дальше. Но я не знала, что можно перейти на другую сторону улицы, на встречное движение. И тогда машина не сможет к тебе подъехать, и ты останешься защищенным. Если, например, дяденька вас зовет куда-то пойти, и он давит сильно, надо звать прохожих, которые рядом, которые, например, сидят на лавочке, ну, которые рядом с вами. Но обидеть, говорят полицейские, могут не только незнакомые люди. Часто дети страдают от родных или тех, с кем учатся в школе. Детям и подросткам напоминают, что есть телефон доверия 8 800 200 01 22. Причем служба помощи работает круглосуточно. Звонок бесплатный. В Омске появится новый институт радиофизики и физической электроники. Его откроют на базе Омского НИИ приборостроения. Проект уже одобрила Российская академия наук. Сейчас инициативу рассматривают в правительстве России. Об этом сегодня рассказал глава региона Александр Бурков на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию НИИПа. В концертном зале участвовали ветеранов и молодых инженеров предприятия. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Пятерым присвоили звание заслуженного работника Омской области. Сегодня у НИИПа – это крупнейший производитель систем связи высочайшего уровня. Ими оборудуют корабли, военную технику. В числе основных клиентов также нефтяные компании и организации, занимающиеся освоением Арктики. При поддержке правительства области и при той инициативе, которую сегодня проявил Владимир Александрович, этот институт у нас все-таки будет создан. И действительно мы увидим прямую связь производства, академической науки и практической деятельности тех научных разработок, которые будут вами произведены. Хотел бы всем сказать большое спасибо за ваш труд и преданность родному предприятию. Еще раз вас всех с праздником, здоровья, успехов, а институту по-прежнему оставаться флагманом. Собрать вручную паровоз. Амич Юрий Муспак 40 лет проработал на железной дороге, а выйдя на пенсию, с любимым делом решил не расставаться. На общественных началах он стал заведовать музеем Омского локомотивного депо и изготавливать модели паровозов. Макеты в мельчайших деталях соответствуют своим реальным прототипам, включая внутреннюю механику. Наталья Бельская встретилась с мастером и оценила масштабы работы. Паровоз серии «Э» занесен в Книгу рекордов Гиннеса и по годам, и по количеству выпущенных единиц. В течение 47 лет, начиная с 1912-го, было изготовлено 11 тысяч таких паровозов. На Омском депо он был основной тяговой силой. Юрий Муспак даже успел на таком однажды проехать в качестве пассажира. До последнего паровоз серии «Э» работал на станции Омск-Сортировочный, нагревал воду для промывки вагонов. А в 2007-м его поставили на постамент. Ребята наши, наши машинисты, которые паровозники, его готовили. Ом был, поехал, поставили на постамент, своим ходом зашел. И даже в 2010-м году участвовал в театрализованном представлении встречи поезда с победителями. Очень интересно на нем ехать. Ни шума, ничего. Как-то чувствую, что машина живая. Верного товарища Юрий Муспак решил увековечить в макете. Над моделью работает уже второй год. Основной корпус сделал из пластика. Мелкие детали из всего, что под рукой. Гвозди, английские булавки, шпильки для волос, проволока. Труба, например, горлышко от пластиковой бутылки. Паровоз серии «Э» – первая модель, которую мастер полностью делает сам. До этого он занимался реставрацией. В 2005-м восстановил макет паровоза серии «ОВ». Вот это макет паровоза серии «ОВ». Машинисты ласково называли его «Овечка». Быстрый, легкий, компактный, маневренный и всеядный. Он мог работать на угле, дровах, торфе, в общем, на всем, что горит. Модели, которые Юрий Муспак спас от разрушения, сейчас находятся в музее омских железнодорожников. Экспозиция очень популярна среди школьников, которые часто пытаются запустить паровоз. Оглядывая макеты, мастер то и дело находит поломки. То антенна порвана, то уголь не на месте. Впрочем, он не обижается. Ведь все это и делается, отчасти для ребят, чтобы привлечь их внимание к истории железной дороги. А сейчас время новостей спорта. И в студии появляется мой коллега Алексей Дареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. Омские рэгбисты заняли второе место на чемпионате Сибири. Насколько это хороший результат? Это очень хороший результат. Впервые они взяли серебро на столь высоком уровне. Скажу больше, это самый большой успех в истории омского рэгби. Подробности через несколько секунд. В Абакане завершился заключительный третий этап чемпионата Сибирского федерального округа по рэгби-7. В этом году в турнире приняли участие шесть команд. Две Сибгиу и Буревестик из Новокузнецка. Две Сибгувки и Асгард из Омска. А также Новосибирская Сибирь и сборная Хакасии из Абакана. Успешно выступила на всех трех этапах сборная Сибгувк. В конце апреля физкультурники были вторыми на домашнем этапе турнира. В июне завоевали серебро на втором этапе в Новокузнецке. И вот сейчас в Абакане снова заняли второе место. Таким образом команда Сибгувк в общем зачете выиграла серебряные медали. Показав лучший результат в истории омского рэгби. К другим темам. В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по каратэ на кубок Покрышкина. В турнире участвовали почти полторы тысячи спортсменов из 20 регионов России. Честь Омска на этом турнире представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 28. И выступили ребята очень успешно. Завоевав 8 медалей. Одна из них золотая. Первое место заняла Екатерина Пустовит. Серебряные медали завоевали Захар Пыхтеев, Семен Грачев, Оскар Баякенов, Абронзовый, Дарья Копольцова, Евгений Мельников, Артем Чекалев и Егор Рябов. Возраст спортсменов от 8 до 20 лет. Омская акробатка добралась до Аргентины. Капитолина Хуснулина отправилась в составе сборной России на юношеские Олимпийские игры. Они пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Накануне сборная России в составе 94 спортсменов прибыла в Буэнос-Айрес. Полет длился около 19 часов. Юные атлеты будут соревноваться по 38 видам спорта. В состязаниях по акробатике нашу страну будет представлять 17-летняя мастер спорта международного класса, студентка Омского областного училища Олимпийского резерва, воспитанница тренера Татьяны Степкиной Капитолина Хуснулина. Она выступит в паре с краснодарским спортсменом Анатолием Сливковым. Соревнования акробатов стартуют уже 7 октября. На этот день намечен квалификационный турнир, а финальные выступления пройдут 15 октября. А в Омске завтра стартуют межрегиональные соревнования по шорт-треку, в которых поучаствуют спортсмены из 9 регионов России. Местом встречи юных мастеров короткой дорожки станет Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова. Всего в стартах примут участие 130 спортсменов. Ребята покажут себя на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также в эстафетах на 3000 метров. Главными фаворитами этих соревнований специалисты считают команды Омска, Челябинска и Новоуральска. Завершится турнир 7 октября. И последнее чемпионат Омской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях выявил своих победителей. Соревнования проходили в Горьковском районе в окрестностях села Согра. В них приняли участие более 80 спортсменов. В личном зачете сильнейшими стали Алексей Пономарев из команды Русичи и Алена Овсянникова, представляющая команду Радар. В связках золотые награды выиграли Русичи Иван Зверев и Михаил Тюпа. А в смешанных связках победу одержали их одноклубники Анастасия Гордеева и Матвей Филиппов. В командном турнире также не нашлось равных Русичам. Уже в ближайшие выходные 6 и 7 октября в Омском районе пройдет шемпионат области по спортивному туризму на комбинированной дистанции экстрим-поход, который также будет являться этапом Кубка Сибирского федерального округа. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Адареева. В Омске живут 5 легальных миллиардеров. Столько человек задекларировали доход больше 1 миллиарда рублей. При этом, как сообщают в налоговой, в регионе стало значительно больше миллионеров. О доходах с шестью нолями заявили больше 7,5 тысяч жителей, на тысячу больше, чем в прошлом году. По данным Федеральной службы, с каждым годом доходы мечей от предпринимательской деятельности растет. За прошлый год бизнесмены заработали почти 40 миллиардов рублей. Сумма к уплате в региональный бюджет составила 220. После короткой рекламы прогноз погоды, а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе, найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываемые полные выпуски программы «Час новостей». Дождитесь. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. 5 и 7 октября. Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова. Межрегиональные соревнования по шортреку. Сильнейшие спортсмены девяти регионов будут резать лед в погоне за наградами и возможностью отобраться на первенство страны. Начало соревнований в 10.00. Приходи и поддержи омскую команду. Выгодная покупка. Проект, известный уже во многих городах страны, стартует и в Омске. Эко-товары, товары для здоровья, фермерские продукты, одежду и многое другое можно приобрести в одном месте в спортивном комплексе имени Блинова. На прилавках тысячи наименований. Здесь восточные сладости, оливки и масло из Греции, камчатская рыба, салтая, мёд и травы. Для тех, кому необходимо создать в доме уют, большой выбор люстр и бра из горного хрусталя. Натуральные шерстяные изделия и палантины. На одной торговой площади есть всё необходимое. От продуктов питания до одежды и товаров для дома. Ярмарка «Выгодная покупка» не имеет аналогов в России. На пять дней в Омск съехались предприниматели из 20 российских городов. Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Челябинска и других. Приехали с городом Серовстекла, Гусь-Крустальный, ваш город Томск. Привезли свои хрустальные люстры, которые по качеству не хуже, чем чешские, дешевле на порядок. Два условия для товаров, представленных на ярмарке в Омске. Качество и выгодная цена. Мы приезли продукты Греции и Афона. Всё выше категории. То есть вы можете купить выше категории масла, оливки. И с Афона у нас есть ладан, мира и браслеты. Выставка-ярмарка «Выгодная покупка» будет работать с 4 по 8 октября в СКК имени Блинова с 10 до 19 часов. Леана Шанина, Юрий Сычук, 12 канал. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин